Здравствуйте! В эфире новости первого карагандинского. В студии работает Динара Сартаева. Сегодня я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях города. В Караганде началось благоустройство дорог, ведущих к социально значимым объектам. Как и где выполняется ремонт, узнавала я, Ирина Камышева. Задержан руководитель областного управления занятостей и социальных программ Аргыны Скагбеков. В Караганде мужчины все больше принимаются за спицы и крючок. О том, как правильно научиться вязать, смотрите в репортаже Амины Смаковой. Громкий арест. Задержан руководитель областного управления занятостей и социальных программ Аргыны Скагбеков. Чиновника и его заместителя обвиняют в превышении должностных полномочий. Главе ведомства грозит до 10 лет лишения свободы. По версии следствия, высокопоставленный чиновник разработал преступную схему проведения госзакупок. В тендере из Скагбеков лоббировал интересы некоторых бизнесменов. Действуя через своего заместителя Лилию Ким, чиновник отсеивал заявки предпринимателей для ограничения количества участников конкурса и передавал им сведения, доступные только для отдела госзакупок. В итоге победителями тендера признаны две компании, в чьих интересах действовал глава управления занятости. Преступление, предусмотренное статьей 308 Уголовного кодекса Республики Казахстан в отношении Искагбекова и Ким, было выявлено в ходе глубоких разработок специальных оперативных мероприятий. 20 июня текущего года Искагбеков санкции суда арестованы. Уголовное дело расследуется и на информацию в интересах следствия не разглашается. ЧП в Пришахтинском роддоме. Там при родах погиб ребенок. Мать умершего младенца во всем винит местных врачей. По словам пострадавших, пуповина обвила малыша. Теперь 23-летняя Гульзат намерена судиться с виновниками происшествия. Семья Байназаровых своего первенца ждала с нетерпением. 21 июня, когда пришло время рожать, 23-летнюю Гульзат доставили в Пришахтинский роддом. Тогда же молодая мама написала заявление о том, чтобы ей сделали кесарево сечение. Однако врачи посчитали нужным сделать по-своему. Моя сноха 20 числа поступила в Пришахтинский роддом. Она 4 часа ничего не ела, у нее были схватки, у нее сил не было. Она просила врачей сделать ей кесарево сечение, а врачи отказались. Как оказалось, Гульзат Байназарова на протяжении своей беременности состояла на учете у врачей Юго-Восточной поликлиники. Все результаты анализов были удовлетворительны. Да и сама карагандинка на здоровье не жаловалась. На последнем УЗИ, уверяет убитая горем женщина, она чувствовала биение сердца. Когда малыш стал задыхаться, акушеры порезали пуповину. Голова младенца уже была снаружи. Они взяли и просто-напросто отрезали пуповину, как ненужную вещь. Сейчас 23-летняя Гульзат находится в Пришахтинском роддоме. Третий день подряд молодой женщине не снижается температура. Разговаривать с пациенткой местные врачи запретили. О причинах смерти я сейчас в данный момент ничего не могу сказать. Через две недели будет результат гистологических исследований. Только тогда мы можем сказать о причинах смерти. И в чем причинах. Младенца задохнувшегося пуповиной матери из Кулапы увезли сразу. О смерти ребенка матери сообщили только через 20 минут. А в это время родные Гульзат праздновали появление первенца. Однако ребенка живым никто не смог увидеть. Родственники обвиняют в халатности медиков. В настоящее время тело малыша находится в морге. Все меры будут предприняты после результатов экспертизы. Мирам Гусал Кимбаева, Толеген Рашид Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Любимое место отдыха карагандинцев – областной центральный парк. Становится небезопасным. Что обнаружили наши корреспонденты на дорожках парка в нашем репортаже? Когда мы видим объявление «Соблюдайте правила поведения на воде», удивляться не приходится. О нас заботятся. Это элементарно. По левую сторону от моста с замочками между двух аллей образовался провал в Букпу. Глубина тоннеля, где протекает река Букпа, около 3-4 метров. Упавшие бриты до сих пор лежат на месте провала. Причем опасный участок никак не огорожен, нет никаких предупреждающих знаков об опасности. Это нужно какие-нибудь меры принимать, для того, чтобы дети, ну, как бы, остерегались. Вот, например, где-нибудь делают же дороги, так же, чтобы тут приняли какие-то меры в парке, потому что большая, посещаемая с маленьким столом. Дойдет очередь и до вот этого канала или речка. Ну, понятно, что вообще-то. Заплетите, ходите туда, оплетайте, ну, забор или палки. Вероятно, администрация парка таким незатейливым способом воспитывает посетителей. Мол, нечего носиться, сломя голову или разъезжать на велосипедах. Но тоже позиция. До поры до времени. Если есть яма, значит, туда кто-нибудь, да упадет. Закон безхозяйственности. С той недели начнем уже те места, где уже сильно провалилось, устанавливать новые плиты перекрытия. Но вообще планируется в дальнейшем сделать реку Бупу не просто протекающей рекой в тоннеле, а хотят ее открыть, пополнить водой и сделать из нее типа судоходной речки. В глубине парка по дороге, ведущей к малому парковому озеру, нашлись подозрительные лужи. Одна из них довольно глубокая, больше метра. Вторая помельче, но если в нее рухнуть, то только синяками не отделаешься. Наивно хочется верить, что все это существует исключительно в воспитательных целях. Но не зря же отсутствуют ограждения и предупреждения. Цель-то должна быть какая-то. Происхождение луж и провалов пока неизвестно. Введутся работы по благоустройству и реконструкции Центрального парка культуры и отдыха. В этом году планируется завершить работы по благоустройству каскада, с установкой нового фонтана, укладкой брусчатки. И, в общем, набережная будет очень красиво сделана. Что не делается, все к лучшему. Эта эпитафия выбита на могильном камне оптимиста. Сергей Высокосов, Улжас Габасов, Первый, Карагандинский. В Караганде началось благоустройство подъездных путей к социально значимым объектам. Деньги на эти цели впервые были выделены из городского бюджета. Теперь, уверяя чиновники, подъехать к поликлиникам, детским садам и учебным заведениям станет проще и удобнее. Ирина Камышова узнавала, где, а главное, как делают дороги в шахтерской столице. Дорогу к пятой поликлинике, что в 30-м микрорайоне, знают все. Подъехать к медучреждению все это время было непросто. На каждом шагу ямы и ухабы. За этот участок взялась компания Караганда «Жолк-Урлыс». Говорят, уже завтра здесь будет лежать ровное дорожное полотно. Общая квадратура объекта – 1940 квадратных метров. Укладка мелкозернистого асфальта толщиной в указном виде 5 сантиметров. Объект планируем закончить 25 числа. Эти дороги, по словам чиновников, не ремонтировались еще с 80-х годов. До конца августа генподрядчикам Караганда «Жолк-Урлыс» предстоит отремонтировать 17 из 25 подъездных дорог к соцобъектам. Нам выделили по конкурсу 131 миллион, 46 тысяч квадратных метров будем осваивать. В середине августа должны закончить все эти объекты. Результат уже можно увидеть. Вот, к примеру, на прошлой неделе закончился ремонт дороги к детскому саду «Лесок» на Гульдере. Впервые за много лет к дошкольному учреждению можно подъехать без труда. Дорога к детскому саду «Лесок» была в очень плохом состоянии. Здесь уложено 1680 квадратных метров асфальта на сумму более 4 миллионов в течение трех дней. Подъездной путь к 38-й гимназии также требует капитального ремонта. Уже до конца июля здесь уложат новый асфальт. На все про все из городского бюджета было выделено 258 миллионов тенге. Станутые дороги лучше покажет время. Однако чиновники обещают продолжить работу и в следующем году. В текущем году по программе обеспечения функционирования автомобильных дорог осуществляется ремонт социально значимым объектом по 25 объектам. По Казбекбийскому 17, по Октябрьскому 8 объектов. Данная программа будет продолжать свой смысл. Это в 2014 году мы будем подавать бюджетные заявки на вынесение сессии. У выделения средств у нас имеется много поступившихся жалоб. Ирина Камышова, Лжас Габасов, Марат Култенов, 1-й Карагандинский. Далее мы прервемся на короткую рекламу. Не переключайтесь. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Баянаул. Райский уголок казахстанской природы. Лес, озеро. Чудесный отдых. А радоновая вода в озере Жасыбай сделает вас абсолютно здоровыми. Отдых вместе с Карлыгаш. Телефоны 42-42-15, 42-42-21. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На учете в органах внутренних дел области состоит более двух тысяч несовершеннолетних. Подростковая преступность растет, говорят полицейские. Методы борьбы с малолетними преступниками накануне обсуждались в областном кемате. По итогам прошедших пяти месяцев рост подростковой преступности составил 18,5%. Лидируют в рейтинге Абайские и Октябрьские районы. Главный полицейский области в своем отчете отметил, что некоторые несовершеннолетние умудряются совершить преступления по нескольку десятков раз. Тимурдал вот несовершеннолетний разыграет, совершил 70 преступлений. Мы вопрос подняли даже. Вопрос подняли. Вот у нас Кирнея, Кирнея из спецшколы. Они поднимают только воротяг, без родителей, да, ребят. А именно такие преступники Кирнея не берут. И в управлении образования также обеспокоены криминогенной обстановкой в регионе. Чтобы хоть как-то спасти ситуацию, психологи разработали план мероприятий по работе с детьми, чье поведение, мягко говоря, отличается от общепринятого. Проект планируют внедрить уже в сентябре этого года. Также мы начали работать по проведению тренингов социально-психологических. Также привлекаем российских специалистов и новые формы проведения работ. В этом году, уже в летний период, в лагерях, 695 лагерей. И здесь 2006 детей с девянутым поведением будут также задействованы в этой работе. Подводя итоги заседания, глава региона Боржан Абдишев поручил ответственным органам разработать новые формы работы по профилактике правонарушений среди молодежи. В том числе более эффективные меры воздействия на несовершеннолетних, неоднократно совершивших преступления. С родителями надо работать. Управление образования, управление внутренней политикой, управление молодежной политикой, совместных программах внутренних дел. В целом надо произвать работу в этом направлении. Еще раз повторяю, вы сядьте, и семья, конечно, соберите, проработайте новые формы и меры, которые мы должны принять. Ирина Камышова, Жасгабасов, Марат Кутенов, Первый Карагандинский. У нас в области засеяно зерновыми культурами 660 тысяч гектаров земли. Это не единственный показатель, по которому мы занимаем лидирующее положение в республике. На еженедельном совещании, которое проводилось с заместителем Акима области, Кайратом Айтугановым, рассматривались мероприятия по укреплению аграрно-промышленного комплекса Карагандинского региона и созданию аграрной карты области в рамках электронного пробительства Казахстана. Несмотря на лидирующее положение в стране, Асакаровский и Абайский сельские районы даже не входят в тридцатку лучших хозяйств республики. Есть еще недочеты в работе региона. Управлению сельского хозяйства надо серьезно обратить внимание на простаивающие сельскохозяйственные предприятия, которые не подлежат реанимации. Их у нас в области около 150. На бумаге они существуют, но никакой продукции не выдают. Прогнозируется возможное появление саранчи на приграничных территориях с Ултаусским районом Кастанайской области. Дополнительно обработано около 6 тысяч гектаров земли. Переброшена техника и один самолет, который работает в дежурном режиме. Ситуация прогнозируемая. Впервые в Казахстане будет создаваться аграрная карта. Она будет работать в режиме онлайн. С помощью этой карты можно будет отслеживать динамику развития сельскохозяйственных регионов области. Территория, земли, население, реализация государственных программ – все получит отражение на этой карте. Также на совещании были рассмотрены решения социальных вопросов сельчан. В пятницу я выступал на мажористе парламента. Работа Карагандинской области по дистрификации посевов, по экспортному потенциалу мяса КРС. И по другим вопросам признан лучше в Казахстане. И сегодня поставлена задача, чтобы мы провели семинар совещания. Это семинар совещания будет в Новинском районе. Мы планируем его в августе месяце с участием министра сельского хозяйства и Акима области. Сергей Высокозов, Евгений Афанасьев, Первый, Карагандинский. Мужчины взялись за спицы и крючки. Карагандинец Степан Мерзлый в вязании может обогнать не одну закоренелую рукодельницу. И разницы нет, спицы это или крючок. За крючок взялись и наши корреспонденты. Такие затейливые узоры не каждая женщина сможет придумать. Степан Мерзлый при помощи одного крючка может создавать подобные шедевры. Степан занимается вязанием уже более 15 лет. Будучи первоклассником, он впервые взялся за спицы и пряжу. Сделав несколько петель, он понял, вязание дело всей его жизни. У меня вязала мама и вязала бабушка. Потом мама меня научила дальше вязать. Показала две петли, лицевую и изнаночную. На этом она сказала, если тебе дано вязать, тогда ты научишься. Сегодня Степана по праву можно назвать мастером в, казалось бы, совсем не мужском деле. Рукоделие приносит карагандинцу не только удовольствие, но и деньги. От заказов на платья, кофты, купальники и прочие вязаные изделия отбоя нет. Вязальщик рассказывает, что приходится сталкиваться с назмешкой от окружающих. Но Степан твёрдо убеждён, что если человек занимается любимым делом, обращать внимание на подобные колкости не стоит. Во мне проснулся дар вязать крючком. Спицами я практически перестал вязать. Я стал интенсивно осваивать крючок. Новые технологии провязывания петель, какие-то сочетания узоров. И технику я освоил практически последние 7 лет назад. Спицы, крючки подчиняются рукам Степана Мёрзлого беспрекословно. Однако своё предпочтение мужчина даёт вязанию крючком. Крючком, по его словам, можно творить всё, что душе угодно. Вязные брюки, всевозможные береты, платки с затейливыми узорами, сделанные Степаном, носит не одна карагандинка. Вязальщик сейчас подумывает обучать рукоделию других. Амина Смакова, Боржан Алипов, Евгений Афанасьев. Первый карагандинский. Более 100 молодых дарований приняли участие в финале карагандинских областных дельфийских игр. Теперь лучшие из лучших отправятся в Алмату и будут добиваться республиканского признания своих талантов. Областные дельфийские игры были посвящены 15-летию столицы Казахстана – Астане. Вокалисты и артисты эстрады, художники и прикладники, танцоры и исполнители народных песен показывали своё мастерство и доказывали жюри, что они имеют право называться лучшими. Кто-то пробует свои силы в первый раз, а кто-то уже стал лауреатом многочисленных конкурсов. Жансая Нурманбетова пробовала себя и в «Золотом микрофоне», и в «Жасункаре», где заняла первое место. И вот стала победительницей в областных дельфийских играх. Я учусь в 36-м школе, в средней школе, но по вокалу учусь в школе искусств номер один в городе Караганды. Второй класс заканчивала по школе искусств. Дельфи, от которых и пошло название «Дельфийские игры», лежали у подножия легендарной горы Парнас, на которой жили небожители, покровители искусств. Сегодняшним меценатам, к сожалению, не до искусств. Мы пока научились только считать прибыль, а вот вкладывать средства в интеллектуальное развитие будущего Казахстана у нас пока не получается. У нас, как в математике, вложил, значит, должен получить дивиденды, как дважды два. Не рассчитывая на подобных меценатов, государство и решило поддерживать талантливую молодежь. И наши победители, которые 30 коллективов поедут в сентябре месяце в Алматы, которые будут участвовать на национальных дельфийских играх. Кто знает, может быть, из этих ребят и получатся известнейшие мастера, которые прославят Казахстан. Всему свое время. Ева Шкабарак второй раз выставляет свои работы на выставке в дельфийских играх. И результат появился. Ее картины оценили, и она в своей номинации завоевала первое место. Тема была то, чем я люблю заниматься, то есть мое хобби. Я изобразила себя, рисующую за мольбертом, на природе. Впереди Алматы. Пожелаем нашим лауреатам успехов и на республиканских конкурсах дельфийских игр. Сергей Высокосов, Марат Кукенов, Первый Карагандинский. На этом мой выпуск подошел к концу. Я передаю слово нашему спортивному обозревателю Берику Копарову. Берик, здравствуй. Здравствуй, Динара. Очередная победа «Шахтера» и другие новости через пару секунд. Спонсор показа «Галакси Групп». Производитель продукции торговых марок «Алюгал», «Галвин», «Херкюль». Компания «Галакси Групп» вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы «Алюгал». «Алюгал» производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили «Алюгал» – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легка в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы «Алюгал» адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это «Алюгал». В минувшие выходные карагандинский «Шахтер» в рамках очередного тура премьер-лиги принимал на своем поле футбольный клуб «Атырау». Матч завершился победой хозяев 3-2. В преддверии матча действующий чемпион страны считался безоговорочным фаворитом встречи. Но у «Атырау» было свое представление на этот счет. Счет в матче открыл боснийский защитник арагандинцев «Алдин Джидич» после неудачной попытки защитников-гостей соорудить искусственный офсайт. Больше в первом тайме голов забито не было. Но уже в самом начале второго тайма Дауренбек Тажимбетов хлестким ударом удвоил счет на табло. Мяч от перекладины пересек линию ворот и вылетел. Но тут же подоспел Зинькович и снова поразил ворота. Но судья уже засчитал гол Тажимбетова. Затем «Атырау» сумел отыграть один мяч. Но Игорь Зинькович снова увеличил преимущество «Шахтера» до двух мячей. И уже по всем правилам. Неуступчивый коллектив в гостей все же смог сократить отставание до минимального. Но на этом события матча подошли к концу. 3-2. Тяжелая и важная победа «Шахтера». В общем и целом игрой не особо доволен, но результат приемлемый. То, что выиграли, три очка заработали важных. Оторвались на семь очков от седьмого места. Неуверенную игру обороны карагандинцев, в частности Евгения Тарасова, Виктор Балютович прокомментировал жестко. Евгений Тарасов безобразно играл, начиная с первого гола в наши ворота. Он в нем поучаствовал, и потом, не знаю, может устал. В Астане завершился республиканский турнир по плаванию среди детей 2000-2001 годов рождения. Карагандинская команда успешно выступила и заняла третье общекомандное место. Главный турнир страны по плаванию собрал более 20 команд со всех регионов республики. Будущие чемпионы из Караганды уверенно шли в тройки призеров на протяжении всего чемпионата и заслуженно завоевали место в тройке призеров. Своими впечатлениями в выступлении нашей команды поделилась тренер Карагандинской команды Виктория Портнягина. Дети выступили достойно, заняли третье место. А также Портнягина Екатерина стала абсолютной чемпионкой бронзовой по многоборью среди девочек 2001 года. Также ребята заняли Яна Жуган, Малова Валя, Селихов Олег, призовые места попали. Эстафеты очень хорошо проплыли, вторые и третьи места заняли. В рамках разработанной управлением спорта программы «Лето с чемпионами» на спортивных площадках города-области проводятся мастер-классы детям и просто всем любителям спорта. В минувшие выходные очередной мастер-класс прошел в Центральном парке Караганды. На этот раз опытные тренеры и чемпионы прошлых лет по легкоатлетике пропагандировали спорт номер один всем пришедшим в парк в этот день. Юные легкотлеты пробовали себя в беге и прыжках в длину. И сегодня проводился в парке мастер-класс с участием спортсменов и также любителей спорта. Сегодня было много отдыхающих людей, которые приходили со своими детьми и пробовали те виды спорта, которые проводились у нас по мастер-классу. На этом новости спорта подошли к концу. Берегите себя и занимайтесь спортом. Спасибо, Берег. На этом наш выпуск подошел к концу. Мы с вами прощаемся. Если у вас есть интересная информация, вы можете позвонить нам по телефону 420649. Всего доброго. До свидания. Аман Саубонсдар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова